Итак, дорогие друзья, всем привет! Мы продолжаем изучать самую высшую мудрость мира. Высшая мудрость мира. То есть вот Мишли, если Шлома Мелых был мудрейший из людей, как известно, ну и мы сами видим, что это так, то в книге Мишли он хотел передать самую большую мудрость мира. То есть, поэтому надо ценить, что у нас есть возможность это делать. Вот Влад Косов нам поможет, если он сделал уже перевод главы, то он может в комментарии бросить перевод. Если еще не сделал, то скоро сделает. Влад это редактор сайта Воикра, который нам всем очень сильно помогает. Миша Комиссарук, все, мы прям точные. В 10 утра у нас уже сразу 15 человек в бейт-медраше. Прям вообще, да, это отличный результат. Уже 17. Итак, 12 глава. 12 глава начинается с того, что говорит нам, говорит нам мудрейший из людей Шлома Меллах, говорит так. Оэв мусар, оэв даат. Значит, любящий мусар любит даат. Сейчас мы все переведем. Весоне, тохахат, бар. А тот, кто ненавидит увещевание, он, бар, это деревенщина такая. Ну вот, как бурьяна. Слово бурьян. Он бурьян. По-простому. Значит, давайте разберемся в терминах. Здесь очень важно вот сами термины. Что такое аава? Давайте посмотрим. Аава любит. Когда мы говорим слово любит, это надо понять, что такое любит. Интересно, что вот если те, кто уже выучили, те, кто уже выучили буквы, да, евридские, всего 22 буквы, и надо учить. Алиф, Бет, Диммл, Далет, Эй. Пять букв уже выучили, да? И почти как на русском. Алиф, Бет, Диммл, Далет, Эй. Алиф это 1, Бет это 2, Диммл это 3, Далет это 4, как А, Б, А, Б, В это одно и то же. Г, Д это так же в иврите. Алиф, Бет, Диммл, Далет, Эй. И идет это по цифрам. Алиф это 1 и так далее. Так вот слово аава на иврите, аава, любовь, его числовое значение 13. 13. И слово эхад, 1. Его числовое значение тоже 13. То есть 1 и аава, любовь, это как в них есть общая сущность, общая суть. То есть аава, когда ты чем-то, любовь это когда ты чем-то становишься одним целым. Вот это настоящая любовь, когда ты с этим стремишься слиться в одно целое. Вот например, там человек говорит, я люблю борщ. Что значит, что он любит борщ? Он с борщом хочет слиться в единое целое. Хочет борщ проглотить, и он с борщом стал одним целым. Правильно? Или там мужчина любит женщину. Что он хочет с этой женщиной сделать? Он хочет с ней слиться в одно целое. Человек любит там родину. Что он хочет сделать? Он с родиной хочет соединиться в одно целое. Понятно, да, идея? Теперь первое слово нам уже понятно. Любящий мусар. Что такое мусар? Мусар мы изучали, что мусар это такое явление, которое происходит от двух слов. Мусар это ле-ясер, и сурим это страдание, и мусар это ма-асар, это тюрьма. Значит, мусар это такое явление, переводят его почему-то как нравственность, но это вообще не соответствует. Этика вообще не соответствует. То есть мусар это система, система, сейчас скажем так, система заставления через страдания действовать по торе. Вот это вот мусар. То есть через страдания человека, или он сам себя через страдания, которое называется дисциплина, самодисциплина. Да, ну мусар от слова страдания. Или через страдания, которое дисциплина. Или через ма-асар, тюрьма, когда он себя поставил в рамки, в условия. Или же мусар, когда один другому делает мусар, например, папа делает мусар сыну, да, то он его наставляет, но это наставление не то ха-ха, то ха-ха, это вот то, что мы сейчас изучаем. Это увещевание, но интеллектуальное, да? То есть правильно поступать по торе, когда папа говорит сыну правильно поступать по торе, добро это хорошо, а зло это плохо, там и так далее. Это все то ха-ха слово, это увещевание. А мусар папа говорит сыну, послушай, говорит, если ты еще раз будешь так делать, я тебе поставлю в угол, дам по жопе, лишу денег и забью. Вот это мусар. И когда Бог, он, человека, начинает через мусар его увещевать, то это не идет, типа, вот, давайте сядем удобно и прочитаем книгу Мишли. Нет, мусар это когда человек плохо себя чувствует, заболевает, там и так далее, это вот мусар, это увещевание через страдания. Теперь уже два слова нам понятно. Любящий мусар. Оказывается, есть люди, которые любят мусар. То есть, почему, как можно любить мусар? Потому что, если ребенок осознает, что папа его любит, и что папа хочет для него только добра, тогда он будет любить этот мусар. Если он думает, что папа его не любит, тогда он будет сопротивляться и будет убегать от этого. Теперь, тот, кто любит мусар, он тем самым уэв даат. Он любит даат. Что такое даат? Теперь у нас есть еще те, которых не было на первых уроках. Мы изначально, Мишли, мы изучали вот эти вот три основных понятия. Есть хохма. Это аксиомы, это божественное знание, которым Бог создавал мир, хохма. И он установил законы. Это добро, это зло, это правильно, это неправильно. Это хохма, божественное знание. Его нельзя придумать, его можно только принять от Торы, от пророков, от мудрецов. Это хохма. Есть бина. Бина это сообразительность или же логика, когда ты понимаешь вещь из вещей. То есть ты берешь аксиомы, и из них ты выводишь другие правила. То есть ты берешь своим умом и какую-то реальность раскладываешь на факты. Например, муж не вынес мусор, жена ему говорит, теперь я поняла, что ты меня не любишь. Это бина. То есть она вывела, это женская логика. То есть она взяла факт, что он не вынес мусор, и он, значит, и он, она сделала вывод, что значит, что он ее не любит. А мужчина говорит, нет, говорит. Это совсем другая здесь логика. Я не вынес мусор, это значит, что я хотел смотреть футбол. Вот что это значит. Это тоже бина, только мужская уже логика. Понятно. То есть логика, она применима не только к Торе, она применима к любым аспектам жизни. Теперь есть следующее, третье, это дат. Дат, это познание в чистом виде. То есть это уже понимание, познание картинки в чистом виде. Например, она говорит ему, я вижу, мусор стоит. Это дат. То есть она знает, вот она видит его. Он говорит, а я вижу, что ты не понимаешь, что происходит. Это тоже его познание. То есть это дат, то, что ты воспринимаешь своими органами чувств. Теперь, тот, кто любит мусор, он любит дат, он любит чистое опознание, потому что его через мусор, Бог выводит из каких-то схем иллюзорных и приводит его к реальности. Пойми, реальность вот такая. Вот это есть реальность, а все, что ты выдумываешь, это не реальность. Так тот, кто любит мусор, любит дат. Теперь, вэсуне, вэсуне, то ха-ха, то ха-ха адбаар. А тот, кто ненавидит, ненавидит, тот, кто ненавидит то ха-ха, это мы говорили увещевание. То есть вот то, что мы сейчас делаем, а можешь попросить, чтобы они там тихо разговаривали или на улицу вышли? Значит, смотрите, идет как. Вначале Бог, Он передает человеку знание, это увещевание, то ха-ха. То есть вот смотри, надо делать так, надо делать так. Вся тора построена на том, что написано очень много советов. Выбери жизнь, делай добро, значит, вот я даю перед тобой на выбор и так далее. То есть Бог все время нам предлагает разные увещевания, Он хочет, чтобы мы выбрали правильный путь. Теперь, если человек не выбирает правильный путь, тогда идет второе наказание, это мусор. Это идет уже силой. Да? Потому что, опять же, написано, мы в Мишле уже учили, что тот, кого Бог любит, того он наказывает, чтобы привести его к торе своей. То есть это наоборот признак, что, вот, например, есть папа, у него есть сын. Сын берет сигарету. Что папа делает? Он нервничает, он злится, он заставляет сына там бросить курить, может ему подзатыльник дать. Или он идет по улице, идет какой-то другой мальчик и курит. То есть ему неприятно, но ему, в принципе, до другого мальчика нет особого дела, да? То есть, ну, курит мальчик, ну, плохо, что он курит, но что делать? У него свои есть родители, пускай они им занимаются. То есть Бог, самое плохое, это когда он безразличен человеку, и человек идет по наклонной плоскости. Но обычно Бог, так как он всех любит, то он дает человеку все время желтые сигналы светофора. Неприятности, неприятности, неприятности. Оп, если человек не обращает на них внимания, джжжж, обрыв. Теперь, тот, кто ненавидит ОХАХОТ, ОХАХА это увещевание интеллектуальное, объяснение, то, что мы сейчас делаем. Ничего тут больного нет. Ну да, неприятно. Так что, нельзя типа грешить? Да, типа, проблемка. Ну ладно. То есть, тот, кто ненавидит увещевание, потом, что с ним происходит? В СОНЕ, ТОХАХОТ БАР. Бар это, это человек, который такой, ну, он не ученый, но вот самый яркий перевод этого слова, понятный, да, чтобы запомнить. Бар это бурьян. Бурьян как растет. Ну, то есть, это сорная трава. Есть люди, которые живут как сорная трава. Он, а, там, ну, что будем делать? Да, не знаю, как бы время нам убить. И, значит, и тут, о, типа, пиво. Давай пиваса бахнем. Давай, значит. Бахнул пиваса. Потом, о, типа, фильм. Какой фильм? Да, неважно, какая разница. Сейчас, ну, уже после пиваса идем на любой. И это бурьян. То есть, а потом, одно, второе, третье, и куда человека заносит, потом, ну, вообще непонятно. То есть, но если мы посмотрим, 90% людей нездоровые, несчастливые, небогатые, живут в рабстве, там, ну, в каком-то рабстве материальном, в рабстве своих привычек, в рабстве управляющих систем. Если управляющая система, там, повезло человеку родиться в Европе, например, да, то там управляющая система хотя бы о нем заботится. А если он родился не в Европе, то управляющая система о нем не заботится. И он в рабстве в управляющей системе у своих привычек, которые в него, у телевизора, который его шарашит, и это, это чистая рабство. Тот, кто сонэ, тот, кто ненавидит увещевание, он бурьян. Все. Теперь дальше, второй отрывок. Тоф Яфик Рацон Мяшем Ваиш Мезимот Яршия Значит, здесь он переходит на другой уровень, да? Есть уровень людей, которые, они не хотят жить, как бурьян, но они, значит, они говорят, секундочку, ведь реально-то у меня есть в этом мире любые возможности. То есть, я могу захотеть все, что угодно, и потом я могу выполнить все, что угодно. И какие у меня доказательства? Да, пожалуйста. Ник Вучич, без рук, без ног, смог, смог. И таких есть миллионы. Есть, ну, миллионы есть людей, которые сумели из самых неблагоприятных условий, из детдомов, из каких-то деревень, из откуда только угодно, после серии огромных неудач, но они сумели там в любых сферах жизни добиться самых высот, топов от Джоэлин Роллинг, которая, мать-одиночка, написала книгу и стала миллиардершей, да, Гарри Поттер, до там, ну, миллион примеров, которые реально люди смогли. Теперь, значит, и тут у человека, который осознал себе эту силу, у него тогда есть два варианта. И вот нам в второй отрывок в 12 главе объясняют эти два варианта. Первый вариант такой. «Тов Яфик Рацион Мяшем». Он говорит, первый вариант, хороший вариант, да, «Тов, добро», это вытащить свой рацион от Бога. Значит, подумай так, ну, в принципе, это есть же хозяин мира, ну, скорее всего, он есть, да, то есть, даже если я не знаю, но мир-то упорядочен, значит, скорее всего, Бог есть. Значит, надо ли мне с Богом как-то ссориться? Не надо. Значит, мне нужно понять, что хочет Бог, потому что написано «Делай его волю, волю Бога, как свою, чтобы он выполнил твою волю, как его». Я тогда думаю, так, а что Бог хочет? Как мне узнать, что Бог хочет, и потом, чтобы я захотел то, что Бог хочет? То есть, я должен вытащить свой рацион, свое желание я должен вытащить от Бога, и это будет то. То есть, у меня тогда есть партнер, это Бог. Есть интересная вещь, вот только сегодня утром я с одним парнем договаривался, и он говорит, все, мы встречаемся там через три недели, там-то, и он религиозный, и говорит, с Божьей помощью. Я ему говорю, нет, в таких случаях не говорят с Божьей помощью, потому что то, что мы встречаться должны, это не связано с служением Богу, это связано с нашими какими-то личными делами. В таких случаях говорят им ирцешем, если захочет Бог. То есть, мой план такой, если захочет Бог, так мы встретимся. Теперь, но если бы мы с ним встречались для того, чтобы сделать митцву, проведать больного какого-нибудь, чтобы, встречаемся для того, чтобы там провести урок в какой-то общине, там, в Германии мы должны встретиться как раз, тогда мы могли бы сказать без раташа, с Божьей помощью, потому что мы выполняем желание Бога, тогда мы уверены, что Бог должен нам помогать, тогда мы просто просим Его помощи, говорим, с Божьей помощью. Мы встречаемся тогда-то с Божьей помощью, и мы просим Бога, чтобы Он нам помог, так как мы вдвоем, и наша цель, мы выточили желание от Бога, то есть мы идем выполнять желание Бога, значит, есть 99,9% что у нас все сбудется. Но если мы делаем какое-то дело, которое это не желание Бога, так мы говорим имерцешем, если Бог захочет, мы встретимся, не захочет, так не встретимся. Понятно, да, идея? Значит, лучший вариант во втором отрыхте нам говорится, тоф яфик рацон мяшем, классно выточить желание от Бога. Ваиш мизимот яршия, а человек, который мизимот, что такое мизима? Мизима это, вообще используют это слово чаще злонамеренность, но это не всегда обязательно злонамеренность, это как есть такие люди, которые все высчитывают, то есть у них есть план на три уровня в глубину и на пять уровней в ширину, то есть а если так, то так, 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 и они, да, высчитывают, высчитывают, высчитывают. Обычно так делают люди, которые хотят других людей запутать, сделать им зло, поэтому обычно ишмизимот это злонамеренные люди, то есть ради хорошего дела человек так особо не высчитывает. Да, так написано Это тот, кто будет делать зло Теперь Ну, почему Даже человек, который занимается Небожественными делами, все равно Это получается, он будет делать зло Мы уже учили, что Принцип религиозного человека Он намного проще В Мишле мы изучили во второй главе Там было так написано, или во второй, или в третьей В третьей, скорее всего Написано так Вот вчера мы сидели, например Сидим там, у нас разговор И один человек говорит Ну, там возникла сложная какая-то ситуация И он говорит Вот будет плохо, будет плохо Я сейчас звоню, мне никто не отвечает Телефон отключен И то есть, он как бы делает все Но по его всем расчетам Там, ну, вообще капец Значит Там, ну, какой-то человек У него телефон отключен И так далее Я говорю, как у него номер Он говорит Да, я тебе говорю Я ему звоню Отключен телефон у него Я говорю, ну, скажи, какой номер Он мне дает номер Я звоню Подключен Вообще, сразу ситуация меняется Ну, то есть, потому что Тот был уверен, что он отключен Что человек скрывается Он подключен Я говорю, вот-вот Подключен Значит, чек ну и так далее, и пошло разворачиваться, то есть это два разных подхода, или ты сам пытаешься все высчитать, и если ты все пытаешься высчитать, то ты полагаешься только на свой ум и на свои подсчеты, или у тебя другой подход, то есть ты вытащил свой рацион от Бога, ты говоришь так, я хочу, чтобы если у меня получится, ну как-то связываешь это с желанием Бога, то есть ты переводишь все свои действия в сторону служения Богу, заповеди, Тора, там, помощь людям и так далее. После этого ты, я расскажу просто, есть один пример, есть один очень такой, ну человек очень умный, там уже опытный, богатый, ну там, он левик, кстати, он из рода священников, да, и я его как-то спрашиваю, я его спрашиваю, ну так, какие у вас есть лайфхаки эти религиозные, он говорит, бывает, что у меня какой-то проект не идет, вот не идет у меня какой-то проект, и все. А он очень четко, он записывает, прям у него есть такой журнал, где он записывает всю дзаку, которую он дает, все, что он зарабатывает, и он 10% очень четко, точно, скрупулезно отделяет 10%. И он говорит, бывает у меня какой-то проект там, но не идет он, и я, говорит, как раз меня вызывают Тори, а леви постоянно вызывают Тори, потому что первого вызывают Коина, второго Леви, и леви их немного, ну то есть его два раза в неделю его стабильно вызывают Тори, и в субботу тоже. И он, значит, говорит, и когда у меня не идет, я когда меня вызывают Тори, я Богу говорю, так, я не знаю, или ты хочешь этот проект, чтобы произошел, или не хочешь. То есть он у меня, я уже в него там вложил много сил, там времени и так далее, но я сейчас не могу понять, не идет. Поэтому давай так договоримся, если он пойдет, я отдаю 20% от Моасера, от прибыли, которую я с него получу, и, значит, ну то есть это лучше будет для всех. Если, ну, если все-таки ты не хочешь, значит, он уже не пойдет, даже в этом случае. Потом он так обещает возле Тори, если оно не идет, он ставит какой-то срок, чтобы увидеть, идет, не идет, он закрывает, выходит из этого проекта, он понимает, что, значит, Бог не хочет. То есть если даже 20% на благотворительность от прибыли, это максимум, который можно давать по мудрецам, они сказали, больше 20% ты не имеешь права давать. Если Бог все равно не хочет этот проект, значит, ну, обычно же в каждом проекте участвует много людей, может, из-за них не получается. Может быть, ну, то есть он, оп, и выходит из этих проектов. Это лайфхак Леви, очень мудрого человека, он мне сам рассказал. Теперь, значит, понятно, да? Третий отрывок, сегодня давайте три отрывка. Третий отрывок, значит, Ло икон Адам Береша, вешорыш садитим баль имот. Значит, не, дословно переводится так, не устоит человек на своем злодействии, и корень цадиков, он никогда не подогнется. Значит, тут надо понять, почему используются два разных слова. Тут используется слово ло икон, это, ну, слово, как бы, кивун, кавана, то есть это не устоит, значит, человек на злодействии. Вот если есть подставка, вот это вот, есть подставка, когда стакан стоит на ножке, а есть шорыш, корень, когда корень, это много, ну, много ножек, да? И вот используется это слово, не устоит человек на злодействии, то есть злодействие, это как одна ножка, то есть ты можешь его строить, ты можешь там как-то выстраивать это свое злодействие, но оно стоит на тонкой ножке, и оно, рано или поздно, она, эта ножка подрубается, как, ну, 70 лет назад фашисты, чтобы стерлась о них память, они строили тысячелетний рейх, тысячелетний рейх мы построим, там, вообще нас не сдвинуть, демонстрации, там, самая мощная страна, Европу вот так вот они раздавили в 3 секунды, 12 лет даже памяти не осталось, все, ну, то есть, ну, как бы, они все, мы пришли навечно, все такое, то есть никакое злодейство, оно долго устоять не может, ни Рим не устоял, ни Древняя Греция не устояла, ни монгола-татары, ни Александр Матидонский, никто, кто стоит на том, чтобы ограбить и забрать у других людей, а главное у завоевателей, у них главная, как бы, идея, это, что мы завоюем и ограбим, все, это Бог сказал, нет, на грабеже мир не может стоять, поэтому ни одна страна не устояла на грабеже, и Советский Союз тоже, потому что он стоял на грабеже, забрали имущество у тех, кому оно принадлежало, и это был грабеж, то есть на грабеже ни одна, не может стоять долго, теперь, этот человек должен знать, что если он строит какую-то комбинацию, и она основана на зле, то оно не устоит, теперь, а что такое, корень садиков никогда не подогнется, садик, он же похож на дерево, только корни его в небе, это дерево не в земле у него корни, а садик, его корень это заповеди, то есть он цепляется за эту заповедь, за эту заповедь, за эту заповедь, за эту заповедь, То есть у него много корней, которыми он зацепился за небо. И даже если у него здесь что-то в этом мире чуть подгибается, чуть шевелится, но его это никак. Написано, 7 раз цадик упадет и поднимется и встанет, а злодей один раз упадет и не встанет. Это как раз об этом. Потому что злодей стоит на одном корне, а цадик стоит на многих корнях. И у него тут подогнулось, там подогнулось, а все равно он выруливает. А когда он туда приходит на небо, то там его уже все встречают. Молодец, красавчик. И там у него, конечно, вообще все очень хорошо. Все, какие мы три вывода делаем? Первый вывод, очень важный, практичный вывод. То есть нужно во всех своих целях привязать цели к служению Богу. То есть нужно вытащить рацион от Бога. То есть связать свое желание с желанием Бога. Чтобы было понятно. Я прошу у Бога, дай мне это. А чтобы то, что я хочу, чтобы оно было связано с тем, что хочет Бог. Это самое важное, что вот сегодня можно было понять. Второе, нужно любить именно увещевание и изучать все эти вещи. Для того, чтобы потом не попасть под танк мусора. Увещевание, которое происходит через силовое воздействие. И третье, то что я понял, что полагайся на Бога и на много заповедей. И тогда это будет очень устойчивая конструкция. Все, дорогие друзья. Пишите свои выводы, делитесь. Я хочу знать еще, что сделать. Здесь очень интересно. То есть можно сделать, можно вот эти уроки через рекламу направлять на других там людей, кому интересно, кто ищет Бога, на всякие еврейские группы и так далее. Но я хочу понять, какие уроки направлять. И вы, если можете, в комментарии оцените по 10-бальной шкале урок. То есть, только по-честному. Я буду выбирать те, которые хорошие. Мы будем их через рекламу направлять на тех людей, кому это может помочь. Все, поэтому напишите три своих вывода и по 10-бальной шкале оценочку. Все, удачи, успехов. Ставьте мне оценки по 10-бальной шкале. Только не ставьте все время 10, а то будет непонятно. Все, удачи. Удачи, успехов. Всем хорошего дня. Пока.